Твери Крорайоне Брусилова О нем мы расскажем в рамках очередного выпуска Совместного проекта нашего медиахолдинга С администрацией Твери И при непосредственной поддержке Городской организации профсоюза образования Конечно же, первое, что бросается здесь в глаза Оборудование Школа укомплектована по высшему стандарту Чего только стоит кабинет информатики Здесь и компьютеры, и 3D-принтер А для учеников бладших классов Наборы для занятий робототехникой С малышами мы конструируем Таких замечательных роботов Они имеют датчики у нас Реагируют на препятствия Так Включаются роботы И мы изучаем механику То есть движение идет на шести конечностях Дальше, если вот покажу вам Видим препятствия Робот Пятится назад Жалит своим хвостом Робот-скорпион Робот-скорпион Смотрите, очаровательный робот Бык Он также реагирует На человека, который близко к нему приближается И бодает его Вот таким образом То есть даже красной тряпки не надо Да, даже красной тряпки Реагирует на любого, кто рядом с быком находится Ну вот такие интересные у нас занятия проходят Конечно, ребята на наших уроках развивают и пространственное воображение Они собирают по технологическим схемам Так что очень полезное занятие Рекомендую всем школам развивать это направление Кабинет географии также впечатляет В первую очередь изобилием глобусов Причем самых разных калибров и предназначения Здесь даже есть рельеф Показан на глобусе Это с рельефом Есть у нас глобусы, которые и без рельефа Есть политические карты Соответственно, глобусы разно-тематические Есть различные макеты, модели Модель внутреннего строения Земли Одним из способов увлечь школы самых маленьких Являются яркие и красочные учебники Современная полиграфия предлагает огромный ассортимент В этом кабинете одного из начальных классов Чего только нет Например, у нас есть роднички Это дополнительные учебники К нашим учебникам литературного чтения Так как я сама люблю много читать Дети мои много читают И нам учебников порой бывает мало Мы берем много литературы И очень часто любим ходить в библиотеку Также у нас есть тренажеры по чтению Вот такие книжки были у детей в прошлом году Они были в первом классе По ним мы учились читать И научились очень хорошо А в чем суть этого тренажера? Отработка, сочетание слогов, звуков Преобразование их в слова И отработка чтения слов самих Далее, что у нас еще есть? Вот у нас есть здесь коллекция словарей Словари нам, начиная уже, наверное, класса с третьего Они нам понадобятся Словари различны От толковых до словарей амонимов До словарей по литературному По фольклорному жанру И мы с детьми учимся также работать по этим словарям Не просто, чтобы они постояли А уметь ими пользоваться Здесь у нас школьные пособия Как есть для математики русского языка Так и для уроков окружающего мира Мы рассматриваем различные ткани Различные древесные растения Для того, чтобы мы наш окружающий мир В полноте понимали Здесь у нас стоят Различные пособия по русскому языку Правила, виды разборов Различные пособия Пособия для учителя Для того, чтобы проводить уроки Интересно, разнообразно Ну и все, чтобы было с пользой Кабинеты технологии сейчас Так же совсем не те, что были в советское время Или даже в 90-х Никаких старых, покрытых облезлой краской станков Только все самое современное Но оснащение классов для девочек Позволяет научить всему, что не показала мама Холодильник, микроволновая печь Всевозможное оборудование Новая красивая посуда Удобные столы для работы Мойки У нас две современные электрические плиты С духовыми шкафами Вытяжки На этих столах девочки Выполняют свои практические работы Ну и затем мы дегустируем блюда Которые они готовят С какого по какой класс здесь занимаются? Здесь занимаются девочки С пятого по седьмой класс Включительно Скажите, приходят ли все-таки дети Которые уже умеют, к примеру, чем-то из этого пользоваться? Или всех приходится учить с нуля? Да, конечно, кто-то умеет А кто-то вообще даже ни разу и картошку не чистил в пятом классе Ни разу не резал А есть девочки, которые уже умеют И поэтому нам приходится учиться взаимодействовать Предмет технологии такой Где дети работают в группах Особенно, когда готовят различные блюда И здесь они учатся взаимодействовать Находить общий язык Решать какие-то задачи Есть у Валентины Андреевой И свои приемы обучения тому Как выглядят те или иные продукты На емкостях нет никаких наклеек Здесь мне подписано, что это за крупа Потому что во время урока Провожу с девочками такую загадку Они должны мне отгадать, что за крупа Из какого зерна получают ту или иную крупу Также делю их на группы Раздаю им эти крупы И они отгадывают Ну, нам по секрету расскажите Какие здесь крупы? Ну, здесь много Иманная крупа, бургур Овсяная, пшеничная, гречневая Пшенная, геркулес Кукурузная Ну, и пока еще собираю эту коллекцию Это виды бобовых Здесь у меня горох Фасоль красная, нут Ну, что-то еще впереди будет Еще появится здесь Конечно же, в кабинете технологии Для девочек не обойтись и без швейных машинок Да, на дворе общество потребления И все чаще можно услышать разговоры Что сейчас сам ничего никто и не шьет И все намного проще купить в магазине Однако, хоть минимальное понятие о соответствующей технике Надо иметь убежденной педагоги Учатся с ними работать Учатся правилам безопасного труда Учатся бережно относиться к оборудованию Шьем мы фартук, юбку и плечевое изделие С пятого по седьмой класс Они занимаются швейным делом Насколько сложны современные швейные машины Или наоборот, они проще, к примеру, тех По которым вы учились как-то в школе Ну, я думаю, даже проще Потому что руки свободны у детей Машинки у нас с электрическим приводом И, в общем-то, дети нормально осваивают Очень радуются Говорим о том, что это ваша первая машина Которой вы учитесь управлять Им это очень нравится И, в общем-то, они так Ну, с радостью выходят на эти уроки Отдельная гордость – спортзалы С прекрасным паркетным покрытием С современным электронным табло Ну и, конечно же, со всем необходимым инвентарем Есть у брусилусов и своя фишка – скалодром На котором можно получить первые навыки альпинизма Если, допустим, мы с родителями поехали куда-то отдыхать В горы И у ребенка вот как раз При помощи этих упражнений Развивается сила, ловкость Ребенок учит одевать снаряжение Пользоваться карабинами Жумар такой есть Также, когда выполняют они упражнения У нас есть страховка Здесь и тренер, который проводит занятия Сначала дети выполняют упражнения с подстраховкой Но если не на высокой высоте То ребенок на высоте 5 метров Ему не нужна страховка Мы там с телематой И он спокойно выполняет упражнения Спрыгивает, если у него не хватает сил удержаться А еще у Центра образования имени Атрощанка Есть сразу два бассейна Один для младших классов Который только учится плавать Поэтому и глубина здесь всего около метра Ну а второй уже полноценный 25-метровый На нем 4 дорожки Температура воды 24-28 градусов Значит у нас в рамках урока физкультуры Дети занимают Начальная школа занимается Один раз в неделю У них проходит урок физкультуры На бассейне, на воде Дети получают знания, умения Они обучаются плаванию И в конце года почти все дети умеют плавать Для обучения очень много инвентаря Это доски, это мечи, это спасательные жилеты Это нарукавники Тренеру и учителю легче обучить детей с таким инвентарем Ребенок не боится воды И быстрее осваивается на воде Начинает быстрее плавать Еще одной особенностью Центра образования имени Атрощанка Является коллектив Конечно, здесь есть и опытные педагоги Как, например, Елена Глумина Которая пошла в школу, глядя на свою бабушку-учителя А теперь просто влюблена в свою профессию И своих учеников С ними интереснее Они еще добрые Они еще такие вот Не наивные, а какие-то вот настоящие Что ли Если они обиделись, то они обиделись по-настоящему Если они тебя любят Они прибегают И каждую перемену просто висят на шее Ну, потому что они действительно любят Ну, и я, соответственно, в ответ Всегда с добрым словом Всегда их тоже обнимаю И всегда очень скучаю Особенно на каникулах Уже успели выпустить здесь своих первых учеников начальных классов? Да, в этой школе я с открытия работаю В первый год мы набрали вторые классы И год назад я выпустила свой первый выпуск Тоже скучаю по ребятам Сейчас они в шестом классе Новые детки у меня сейчас во втором классе Старшие детки приходят, как я их называю Мои взрослые дети приходят Частенько общаемся, что-то обсуждаем Делимся какими-то моментами И когда мне нужна их помощь Они приходят, помогают Где-то посмотрят за ребятами Где-то пообщаются с ними, посидят Это здорово на самом деле Становишься многодетной матерью Однако все же в Брусиловской школе Очень бросается в глаза большой процент молодежи Что неудивительно Ведь вокруг сплошные новостройки Квартиры, в которых, как правило, покупают люди В возрасте плюс-минус 30 лет Среди них немалые учителей Педагогический состав – это люди, которые приехали из других городов И молодежь, которая закончила наши Или вуз педагогический Или наш колледж педагогический Они пришли к нам Средний возраст нашего педагогического коллектива – 36,6 Очень такая оптимистичная цифра Но когда мы уже начали работать Мы понимали, что молодежи нужна помощь Так как их очень много И стали уже, конечно, своими силами Те учителя, которые у нас были со стажем Которые могли дать нашим молодым специалистам Какую-то помощь оказать И мастер-классы какие-то дать Мы организовали школу молодого педагога Вот уже три года они у нас как выпускники В прошлом году И в этом году у нас организована новая Значит, такая история Это наставничество Это тоже очень помогает Учителя, которые работают уже достаточно давно И могут передать свой опыт молодым учителям Молодым педагогам Они дают, как я уже сказала, мастер-классы Они проводят для них семинары Они проводят для них какие-то мероприятия Даже общие и как по классному руководству Потому что вы понимаете, да, молодежь, которая пришла Даже если она немножечко где-то поработала учителями То классное руководство – это немножечко другая уже сторона И здесь, конечно, нужна помощь людей, которые уже не один выпуск сделали Поэтому здесь без наставничества, особенно в нашей школе Где очень много молодежи, очень сложно А еще было бы очень сложно решать многие вопросы без профсоюзной помощи Она здесь очень сильна Причем среди членов этой организации больше половины коллектива Есть и те, у кого стаж не один десяток лет Как, например, Ирина Лобзина На груди которой красуется еще советский значок И она хорошо помнит, как была налажена работа в те времена Я мать двоих сыновей прекрасных Они у меня посещали спортивные лагеря И, конечно же, профсоюз принимал активное участие Мы покупались в путевке со скидкой от профсоюза Так что спасибо огромное Дети наши достойно летом отдыхали Я нахожусь в этом членстве с 17 лет Как только я стала работать в педагогике еще вожатой В 22-й школе города Твери И вот с того времени, с 17 лет, уже 33 года, я состою в профсоюзе И особенно я ощутила помощь профсоюзной организации Когда стала директором школы Так как школу эту я знаю, ну, можно сказать, скотлована Потому что 4 года в нашей школе 4 года я работаю директором этой школы Вот И отработав, даже еще не отработав года Профсоюз города Твери Направили меня на курс повышения квалификации В город Санкт-Петербург Это федеральная площадка курсов И, конечно, там можно найти какие-то изюминки Найти какие-то особенности тех школ вообще всей Российской Федерации Самое интересное, руководит местной первичкой та самая учитель географии Юлия Морозова Она и возглавила школьный профсоюз только в апреле Большую методическую помощь ей оказала глава городской организации Алла Сидорова В первую очередь, благодаря ей удалось наладить четкую работу по профсоюзной линии Алла Николаевна помогает На любые вопросы она всегда отвечает То есть, если я что-то спрашиваю На любой мой вопрос будет полный ответ И вопросов больше не остается В чем суть работы Председателя первичной организации профсоюза в школе? Самая, наверное, главная роль Это отстаивать интересы наших сотрудников Вторая, очень важная Деятельность наша, профессиональная Это аттестация учителей Коллектив у нас достаточно большой Практически половина коллектива нашего состоит в первичной нашей профсоюзной организации Это порядка 40-45 человек уже на данный момент И многие имеют категории Первая категория, у кого-то уже высшая категория И по профсоюзной линии Эту категорию можно продлевать Также двое наших сотрудников ездили в компьютерию По программе Педагог в движении И эта программа была полностью За счет профсоюзной городской организации В этом году я получила путевку На санаторно-курортное лечение И мне наша профсоюзная организация Выплатила некоторую компенсацию Что было для меня приятным бонусом Однако не только ультрасовременное оборудование И молодой коллектив Являются приметой Брусиловской школы Есть еще одна Центр образования носит имя спецназовца ФСБ Александра Трощенко В 2008 году он пал смертью храбрых В бою с боевиками на Северном Кавказе Носить его имя – большая честь для школы Поэтому патриотическое воспитание Тут такой же приоритет, как и образовательная деятельность Мы разыскали родителей Родители проживают в Твери Ребята стали ходить, узнавать Больше и больше информацию Какую-то находить об Александре Связались с его сослуживцами Связались с нашим Тверским управлением ФСБ То есть они нам тоже очень много помогали В прошлом году Совет старшеклассников Они разработали проект Это экспозицию, которую мы с вами видим Посвященную Александру Трощенко в нашем музее В 2021 году мы набрали первый кадетский класс У нас сейчас три кадетских класса под патронажем Федеральной службы безопасности Тверской области После того, как у них заканчиваются уроки Они до пяти часов практически в школе Со своими кураторами Кураторы – это офицеры запаса То есть они работают с ними, зная, чем они занимаются У них строевая подготовка, у них стрельба, плавание, скалолазание, лыжный спорт Различные виды самообороны То есть они занимаются тем, что пригодится в дальнейшем, если они выберут эту профессию Более того, кто-то уже выбрал профессию военную Правда и не связанную напрямую с ФСБ В этом году, летом, принимали участие вместе со своими родителями Две девчонки Были в Белгородской области Как волонтеры Помогали в госпитале Нашим ребятам, которые с СВО Туда на лечение поступали И уже в будущем хотят выбрать профессию не просто врача А именно военного врача Вот это вот у нас сейчас десятиклассница в десятом классе То есть про таких девочек Да и, несомненно, про всех остальных учеников Центра образования имени Атрощанка Смело можно сказать словами Высоцкого Значит, нужные книги ты в детстве читал Нужные книги, рассказ о которых постоянно звучит на уроках в родной школе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok